Майнкрафт, но можно открывать любые блоки. Сегодня в мире Майнкрафта появился очень странный и очень острый нож. Он настолько острый, что может разрезать абсолютно любые блоки и доставать их содержимое. А хранят все эти блоки очень мощные предметы. Смогу ли я справиться с мощью этих предметов? Смотрите до конца и вы все узнаете. Первым делом, чтобы начать открывать блоки, нам нужно с вами скрафтить особенный нож. И крафтится он примерно вот так. Нам потребуется с вами один железный слиток, один гладкий камень, а также палочки. И окей, кажется я знаю где я возьму палочки. Это дерево подойдет. Мое милое дерево, я бы тебя с удовольствием сделал бы огромной палочкой, но получится только очень много маленьких палочек. Дубовые дочки забираем, верстяк и палочки. Ну в принципе все, я сделал то, что мне нужно. Осталось только железный и гладкий камень. Мы конечно прямо сейчас можем отправиться в шахту, добыть там железо и все такое, но мне кажется это не совсем правильно. Самое верное решение это найти деревню и там уже разобраться с големом. Я заодно тогда еще и блоки заберу. Не, ну а что пригодится. О, как раз таки деревня. Житель рассказывает где находится голем. Понял. Не хотят говорить где голем, но я его и так уже нашел. Голем, погнали за мной. Отдавай все свое железо. Опа, спасибо, три штучки маловато как-то. Ну ладно, и это на самом деле сойдет. Эх, правда теперь мне нужно добыть себе побольше булыжника, чтобы сделать себе печку, чтобы потом все переплавить. Как же много все-таки работы у меня появилось сейчас. Печка готова и теперь остается только все это переплавить до состояния гладких камушек. И надо еще еды себе сделать что ли. Это мои снабы сена, ты даже не претендуй на них. Забираем гладкий камень, заходим в наш верстак и начинаем крафтить. Гладкий камень мы с вами ставим посерединке. Железный слиток в правый верхний угол. А палочек у меня нету. Ну да, как я мог их забыть. И у нас с вами появляется клик для крафта. Ну окей, и у нас с вами нож для блоков появился, серьезно? Не, ну в принципе я это ожидал. Это ожидаемо. ПКМ по блоку, чтобы открыть его. Окей, только вот какой блок мы с вами разрежем в первую очередь. Не хочется тратить время на какие-то бесполезные блоки. Например, земля, ну что мне может дать земля, ну кроме как червяков. Кто хочет червяков? Я не хочу червяков. Единственное самое полезное, что мы можем с вами разрезать, так это, наверное, все-таки снабы сена. И почему бы нет? Давайте все-таки попробуем это сделать. Раз, два, три. О, реально разрезали. И мы с вами получили снаб сена. Нифига себе, а ну-ка еще раз. Чего? Подождите, первый раз мы с вами получили обычный снаб сена. И в принципе это довольно-таки неплохо. Но сейчас мы с вами получили жезл снабов сена. ПКМ, чтобы взорвать моба едой. Эм, окей, давайте-ка проверим тогда, как это все дело работает. Только нужно бы найти какого-нибудь моба. Желательно не жителя, а попадаются только жители. Ну вы издеваетесь? Ну не хочу я жителей взрывать и получать еду. Во, например, та же самая коровка. Коровка, а ну-ка. А? Нам реально дали еды. Нифига себе. 31 золотая морковка. Очень много пшеницы, а также очень много стейков. Нифига себе. Подождите, нам же теперь реально с вами вообще не нужно никоим образом добывать себе еду. Мы и так с вами добываем ее очень-очень быстро. Нам даже очень много тортиков дали. Если присмотреться, мне насыщение еще дают. Я вообще могу не кушать. Зачем мне тогда еду добывать? Но ходить с жезлом и снопов сена это не то, о чем я вообще мечтал. Мечтал. Окей. Можно попробовать что-нибудь другое разрезать, но что именно? Блин. Не хочется проходить по банальным блокам наподобие алмазов. Кто вообще разрезает алмазы? Вы попробуйте их разрезать обычным ножом. Не получится. А почему бы нам с вами стекло не сделать и не попробовать его разрезать? Звучит как гениальная идея, конечно, резать стекло. В принципе, отлично. Все мы этим с вами занимаемся. Стекло. Готово. Берем наш нож и разрезаем. А. Стекло просто. Подождите. А. Чего? Мне кажется, или это не похоже на стеклянный блок? Ну, скорее всего, не похоже. Удар по врагу вызывает кровотечение. ПКМ, чтобы выстрелить в стекло. А вызывает кровотечение? Чего? Это звучит уже максимально странно, поэтому я должен это проверить. Домик находится в пещере. Ну, в принципе, нормально. Все мы строим дома так далеко. О, так тут еще и хлеб есть. Спасибо. Так, я вижу, уже появились мобы. ПКМ, чтобы выстрелить стекло. Мы давайте это попробуем тогда. А. Подождите. У него реально кровотечение, что ли, появилось? Подождите. А он может таким образом погибнуть? О, да, он может. Он может. Еще как. Это предмет в откате. Понял, понял. Значит, есть откат здесь. Так, пошли вон. О, нормально. Так они еще и сами взрываются. Нет, ну, в принципе, оружие-то очень даже неплохое. Накладывать кровотечение, то звучит довольно-таки хайпово. Правда, тут, оказывается, темные глубины есть. Эм, ну и зачем я тогда сюда шел? Я не хотел к темным глубинам. Пошел отсюда, крипер. Получай мое стекло себе в рот. Хм, ему не понравилось. Ну, а, кстати, мы это с вами можем спокойно теперь использовать как экс-рей, да? Ну да. Вон я вижу воду, а так бы я ее не видел. На самом деле, можно было бы, конечно, сделать немножечко получше. Могло быть другое какое-нибудь оружие. Могло быть намного лучше. Но сейчас я предлагаю сделать кое-что другое. Я до этого сказал то, что не хочется использовать какие-то банальные блоки и так далее, для того, чтобы их разрезать и получать суперские вещи. Но почему бы нам с вами не сделать железный блок и не попробовать его разрезать? Так или иначе, если мы с вами не получим какой-то супер предмет, мы хотя бы с вами вернем наш железный блок. Правда, железо, я смотрю, здесь вообще как кот наплакал. Его вообще нету. Четыре штучки, это вообще как бы четыре штучки? Ну как бы да. Мне до железного блока совсем немножечко не хватает. Ну где все мое железо? А, вот оно где? Нужное количество есть. Теперь с вами берем тогда печку, закидываем в печку как раз таки все наше железо. А, кстати, я мог добыть меньше, потому что у меня два железных слитка уже есть. Ну спасибо, спасибо. А также уголечек. Ну и пока есть возможность, я, наверное, еще тогда добуду. Почему бы нет? Забираем наше железко, сделаем себе, наверное, сразу тогда железную кирку. Почему бы и нет? У нас все равно железо себе позволяет. Делаем себе железный блок. И теперь давайте попробуем его разрезать. Эм, куда ты лезешь? Ой. Ой-ой-ой. А оружия-то у меня нету. Ну и давайте попробуем разрезать этот блок и... Эм, нет, нам просто дали железо. Окей, тогда еще одна попытка. Не получилось. И еще одна попытка. Не получилось. Еще. О, стоп. А это что у нас? Сфера железа. Но это же обычный кубик. Ну ладно, нас обманывают немного. ПКМ, чтобы поставить под собой железные блоки. И шифт, чтобы вызвать метеор. Чего? Стоп. Подождите, мы реально с вами ставим железные блоки под собой. Так, теперь я могу это все спокойно добыть и сделать себе очень много плавиль. Не знаю зачем, но возможно бизнес открою. И на шифт мы можем с вами вызвать метеор. И... Как он сюда пролетел? А, если еще раз? А, нет, немножечко перебор. Спасибо. А, стоп, подождите, нам еще и выпадают какие-то прикольные вещи. Железный шлем на защиту 3. Хорошие железные инструменты. Нифига себе. А почему я сразу это не взял? Удача, шелковое касание. Шелковое касание мне не надо. Топор подойдет. Лопата подойдет. Хотя нет, шелковое касание не подойдет. Железная кирка на удачу. Это нам нужно. Железная лопата на починку. В принципе, пойдет. А неплохо так получилось. Не получилось. К сожалению. А может, здесь я остальной железный сет здесь смогу собрать? А ботиночков только не хватает. Дать... Ну, это было страшно. Ботиночки, пожалуйста, ботиночки. Ботиночков нету. А может, сейчас будут. Ботиночки? Ботиночков нету. Получается, не хотят давать мне ботиночки. Ботиночки? Больно. И ботиночков опять нету. Что-то мне вообще не везет сейчас. Хотя нет, вот сейчас повезло. И это проклятие несъемности. А оно мне надо? Оно мне не надо. Огнеупорность. Вот это уже намного лучше. Слушайте, а не зря я, походу, железный блок разрезал. Довольно-таки прикольные вещи с него попадали. И как я уже сказал, когда мы с вами держим жезл с наповсена, у нас с вами почему-то насыщение все время. Пошел. Вон. Так, тихо. Метеор. Метеор сделал все за меня. Нет, ну в принципе, пока что, наверное, железный блок один из самых интересных блоков, которые мы с вами разрезали. Так что давайте-ка думать дальше. Что же мы с вами можем разрезать такого интересного? От всего лишнего мы с вами избавляемся. Это нам вообще с вами не пригодится. А где мой любимый надоедливый капельник? Так, я хочу теперь капельник разрезать, потому что что-то он мне сейчас не попадается, а все время мне на них как-то везло. Э, капельник, ты где находишься? Я приду сейчас за тобой. Вот где ты, мой капельник, сенпай. А давай-ка попробуем тебя разрезать. И нам дали капельник. А сейчас капельник, капельник. Тихо, а куда ты идешь? Не надо. Уйди отсюда. И да, нам выпадают только капельники. А я не понял. О, стоп. Вот это уже не похоже на капельник, а на что-то более серьезное. Пусковой капельник. ПКМ, чтобы выстрелить. Ну давайте, наверное, попробуем тогда это оружие. Где вы, мои мобы? Идите сюда, я хочу кое-что проверить. Опа, зомби. А, ну-ка, иди сюда. А. Стоп, подождите. Мы с вами выстреливаем тремя капельниками, которые летят максимально долго и при этом наносят довольно-таки неплохой урон. Изумруд. Изумруд мне надо. Стоп, подождите. А что если мы с вами попробуем разрезать изумрудный блок? Звучит как на самом деле очень хороший план. Но для начала нам, наверное, нужно добыть себе нужное количество изумрудов. И вы наверняка задаетесь вопросом. Если тебе нужно добыть изумруды, зачем ты добываешь уголь? Я работаю в шахте по 15 часов. Это моя задача. Ну, а на самом деле, если мы здесь с вами нашли уже изумруды, то значит где-то еще они есть. Скорее всего, мы сейчас с вами находимся под какой-то горой. И значит здесь они должны быть. По крайней мере, я на это надеюсь. И мечтаю. Может здесь? Пожалуйста. Нет. А может здесь? Нет. А вот здесь еще как. Так, и сколько нам выпало? Три изумруда. Хотя у нас с вами на самом деле железная кирка на удачу три, но везет так себе. Добрый день, мои любимые жители, с огромной сферой над деревней. Что она там делает, никто не знает. А сюда я пришел для того, чтобы с вами поторговаться и посмотреть, может что-нибудь полезное вы мне все-таки можете дать. А, гнилая плоть за изумруды. Ну, в принципе, есть одна идея. Почему бы нет? Берем наш жезл с наповсианой и пытаемся создать себе тогда еду. Вот здесь вроде как может выпадать гнилая плоть, но я не знаю, повезет мне или не повезет, но кажется вообще не везет. Да, только готовая вкусная еда падает. Реальность и так жестока. Ну, реально, на самом деле вообще не выпадает, так что, наверное, есть смысл попробовать что-то другое совершенно сделать. Может быть здесь есть какой-нибудь другой житель, который что-нибудь другое обменивает? Мне-то всего лишь шести изумрудов не хватает. Ну, ребята, ну вы чё? Кстати, если, наверное, здесь есть ферма, также компостница, то, скорее всего, мы с вами сможем поторговаться с фермером. А с фермером, как бы, будет намного проще, потому что мы с вами можем генерировать еду. А чаще всего он как раз таки меняет еду. И, кажется, здесь нету никого без фермеров. Серьезно? А вот в этой деревне уже, мне кажется, можно работать. По-любому здесь есть ферма, можно построить дом, начать спокойно жить, завести жену, детей. Хотя нет, я уже нашел фермера, поэтому жена и дети откладываются. То есть ты обмениваешь картошку, а также морковку на изумруды. А у меня, если что, всё готовое сразу. Похоже, была плохая идея отправляться в такое путешествие. Хотя вот снопы сена, снопы сена я могу получить спокойно. Так, 64, надо ещё больше. От всего лишнего и невкусного избавляемся. Итого, сколько у нас уже? Ну, чуть больше трёх стаков, давай-ка больше. Хотя я уже забыл, сколько он там обменивает. Ну, да ладно. О, ещё и полноценные снопы сена выпадают. Нифига себе. Не, а чё, можно переработать, всё, у нас ещё снопы сена есть. Да, в принципе, всё, мне этого должно хватить. Иди-ка сюда, житель. Ты же обмениваешь. А, да. И изумруды отдавай. Желательно как можно больше. Ты, а чё ты так много можешь торговаться? 17 изумрудов, нифига себе. А, зато мы теперь можем за один изумруд купить 4 яблока. Вот это грамотное вложение денежных средств. Берём наш верстак и создаёмся изумрудный блок на трассе и его будем как раз-таки разрезать. Ставим, достаем ножик, режем. Выпал изумруд. Ставим изумрудный блок. Берём ножик. Режем. Выпал изумрудный блок. Ставим изумрудный блок. Достаем ножик, режем Выпадает изумрудный блок Ставим изумрудный блок, достаем ножик, режем изумрудный блок Выпадает изумрудный блок Реальность такая жестокая Режем и получаем мы с вами Изумрудный бутылек ПКМ, чтобы бросить А для чего нам сам его Бросать Ребят Так не упорность Железная кирка на починку Алмазный топор на остроту 5 Вот это мы с вами берем Это нам надо Что еще здесь есть? Лук на починку Защита, а у меня огнеупорность Защита не нужна Проклятье утрат не надо Подождите, я по второму кругу иду Проклятье несъемности А что вообще за такие хорошие зачарования Мне попадаются Может с ботинками здесь повезет Разящий клинок не надо Огнеупорность, а слушайте, а вот это намного лучше Давайте это возьмем тогда Может нам еще повезет и лук на бесконечность будет На откидывание, спасибо, это то что я хотел Ну то есть кидая данное изделие Мы с вами можем создавать Огромное количество прикольных вещей Огнеупорность пойдет Трезубец, надо Небесная кара, не надо Не надо Починка, ну в принципе пойдет И как всегда ничего полезного Можно пожалуйста мне лук на бесконечность Лук на бесконечность, это очень круто Я одобряю это Взрывоустойчивость пойдет Да, походу нам повезет только с вами на откидывание Ну окей, откидывание тогда оставляем А все остальное мы сами выкидываем И довольно таки в принципе неплохо получается Трезубец на верность, который все время будет к нам возвращаться Спасибо Хороший мальчик, хороший трезубец Ну и в принципе все Больше нам ничего здесь не нужно Пока я пытался выбить все какие-то более-менее нормальные вещи Я подумал, а почему бы нам с вами не разрезать обычный спавнер Да, конечно его будет тяжеловато найти И единственное что меня радует То что когда мы с вами его будем разрезать И если у нас с вами ничего не получится То нам выпадет этот спавнер И мы сможем еще раз его поставить и еще раз его разрезать И получить что-то крутое И возможно что-то крутое Не знаю, посмотрим Поэтому отправляемся в шахту Ты думал, я не найду тебя, мистер спавнер? А я тебя нашел Так, ребят, давайте-ка пошли вон отсюда Здесь у нас с вами ничего полезного, кроме золотого яблочка Берем наш ножик и разрезаем спавнер И что нам выпало? Хм, спавнер Как неожиданно Еще раз Спавнер Еще раз Спавнер Нет, не спавнер А что-то намного круче бластер спавнера Покажем, чтобы выстрелить рандомным мобом Так, вот это надо проверить Быстренько идем к мобам Сейчас проверим на них кое-что Ну, например, видим мы с вами такую компанию Маленьких зомби и также крипиков Я понял Я понял Мы с вами реально стреляем рандомными мобами И смотрите И фриты, пауки, кри... Перы Больно было И все эти мобы, когда соприкасаются с другими мобами Либо же с блоками, они просто взрываются Звучит и выглядит довольно-таки неплохо И... Больно Давай еще раз Попробуй раз на раз со мной выйти Не получилось Ну и так оно тебе и надо Стоп Мне кажется, или я хочу кушать? Кушать Я хочу кушать Ой Бедный крипер Был взорван снопом сена Земля ему тротила Ну, если честно Я думал, у спавнера что-то более крутое появится Но то, что мы теперь можем с вами стрелять мобами И взрывать абсолютно все Это довольно-таки неплохо И мне это нравится О, алмазы Я как раз-таки обычные алмазы еще в руках не держал И вот теперь, когда мы с вами посмотрели уже огромное количество блоков Разрезали их И посмотрели, какое же у них содержимое Нам нужно с вами попробовать что-то более жесткое И что-то неординарное А что может быть такого самого необычного и неординарного в Майнкрафте? На самом деле, я не знаю Можно, конечно, попробовать найти слаймов и сделать слаймовый блок И, в принципе, попробовать его разрезать Если честно, на данном этапе раздумья я понял то, что это гениальная идея Ну окей, погнали тогда за слаймовым блоком Это мне еще идти куда-то Это значит еще искать Ё-моё Спустя примерно миллион игровых часов Я, наконец-то, нашел себе слаймовый блок И теперь я могу попробовать его разрезать Почему бы и нет Так, быстренько все лишнее убираем Разрезаем И ничего с вами не получается Всего лишь еще один слаймовый блок И опять И опять Хм, как удивительно Опять О, стоп А вот это что у нас? Кислотная кирка Что бы кинуть кирку? Ну-ка Прикольно Нифига себе, она, конечно, добывает Ну это мы с вами добыли прыжком А как она добывает обычные блоки? А Че? Че? Эй, 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 тихо, тихо! Подождите, у нас с вами запускается какая-то коррозия, что ли? Просто абсолютно все блоки пожираются И это выглядит довольно-таки страшно Но зато мы можем с вами этой киркой сломать всего лишь один раз Какой-нибудь блок, и все начнет автоматически ломаться Нет, конечно, все красиво, но... Ё-моё, а что мне дальше делать? Я не знаю Сломаем это бессовство Кидаем кирку Но, предположим, что-то получилось Ну и слаймовый блок показал себя довольно-таки неплохо Я не ожидал то, что он будет ломать абсолютно все блоки, которые находятся рядом с ним Грубо говоря, пожрать их Но это выглядит реально очень страшно Но появилась еще одна идея, которую я захотел реализовать И, наверное, нам потребуется с вами теперь еще и чернит достать Ну, на самом деле, не так уж тяжело это сделать Спустя два года Не, ну а как вы думали, почему видео не выходит? Мой любимый чернит Я люблю тебя Ставим наш чернит, берем наш ножик И мы получаем с вами еще один чернит А еще раз берем ножик и получаем еще один чернит А если еще раз, еще один чернит Не, так с ума уже сойду А можно, пожалуйста, дать мне нормальный блок? Да, не получается О, стоп Это что у нас? Меч из чернита дает защиту от огня Не, ну это, конечно, прикольно И это все, на что он способен Это ради этого я, что ли... О, стоп, подождите Чего? О, стоп Аааа, вот оно что вы смотрите Мы с вами, похоже, накладываем на мобов какой-то отравляющий эффект И после чего Вокруг них создается тюрьма из чернита И все погибают Вот это, на самом деле, очень-очень странно И очень-очень страшно Ну, выглядит все довольно-таки неплохо А я могу? Нет, не могу А я стоп? Не могу Блин Ну, знаете, мне кажется, с таким вооружением можно спокойно идти на дракона теперь Не, ну а что, закидаю его едой, мобами, а также кислотной киркой Еще и в тюрьму посажу из чернита Вот он у меня плакать будет Дракон, ты думаешь, это только конец? Это уже начало Че я сказал? Ну ладно Дракош, ты не переживай, я с тобой расправлюсь в мгновение ока Получай кристалл Получай, кристалл взорвется Получай Все кристаллы будут взорваны Все кристаллы будут аннигилированы Тихо, житель, молчи Я знаю, что откат Так, а как мне... А, я могу попасть в дракона? Чего? А, реально можно попадать мобами в дракона? Не, я, конечно, ожидал что-то подобное, но я не думал, что это будет как-то реализовано Ай-яй-яй, простите Бедный эндермен, я его случайно взорвал? Ну пусть думает, что случайно Дракон, прекращай летать, я хочу тебя взорвать Ладно, похоже, придется использовать тяжелую артиллерию Пусковой кабельник Промазал Пусковой кабельник Промазал Ну-ка, а сейчас? Да е-мое Да как я должен стрелять-то на упреждение, чтобы попасть в него? Он все время сваливает от меня, так нечестно Я в тебя буду попадать всегда, когда ты ждешь и когда ты не ждешь, дракон Опа, все, он начинает приземляться Просто запускаем пусковую установку из кабельника И моба напоследок А куда ты лезешь? Хотя ладно, я сделаю все как мужик, я добью тебя Ладно, я сделаю по-другому Я зайду сзади, дракон И хана тебе Погибай! О, спасибо Это оказалось довольно-таки легче, чем я думал Довольно-таки даже реально быстро Эмм, ну ладно Опыт, иди ко мне в кармашек, ты будешь хорошим дополнением Давай, только не 69 уровень, только не 69 Даже не 69 Спасибо, прыгаем Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк Подписывайтесь на канал И, конечно, нажмите на колокольчик И не забудьте друзьям рассказать Ну а с вами был Аккки Всем еще раз спасибо за просмотр И всем пакедова Субтитры сделал DimaTorzok